Короче, почему родная мать не любила Александра Пушкина? Одна из самых больших загадок личной жизни Александра Сергеевича Пушкина это его отношение с матерью, Надеждой Осиповной Ганнибал. Весьма странно, что мать с самого раннего детства недолюбливала своего талантливого сына и даже находясь в зените славы и всеобщего обожания, Александр Сергеевич терзался из-за отсутствия подлинного единения с главным человеком своей жизни, с мамой. Надежда Осиповна Ганнибал и сама была личностью совершенно незаурядной. Красивая, всесторонне образованная, начитанная и остроумная, она всегда находилась в центре всеобщего внимания, особенно, разумеется, мужского. В светском обществе Надежду Осиповну называли прекрасная креолка, подчеркивая ее необычное происхождение. Капитану измайловского полка Сергею Львовичу Пушкину пришлось очень постараться, чтобы покорить сердце экзотической красавицы, в чьих жилах текла африканская кровь. 28 сентября 1796 года Надежда Осиповна и Сергей Львович обвенчались в церкви села Воскресенского. Супруги обожали друг друга и прожили душа в душу 40 лет, родив восьмерых детей, из которых выжили четверо – Ольга, Александр, Николай и Лев. Все дети были талантливы и по-своему замечательны, но особой бойкостью и остротой языка отличался курчавый мальчик Александр, более других детей Пушкиных, унаследовавшие африканские черты. Казалось бы, бойкий чернявый карапуз должен вызывать у матери исключительно позитивные эмоции, но по какой-то причине Надежда Осиповна была довольно холодна к Саше. Ее любимцем и валовнем был Лев. Именно Леве доставали все нежные слова, все объятия и ласки, которых так жаждал и Александр. Лев был младшим и, казалось бы, это объясняло отношения матери. Однако к старшей дочери Ольге и среднему сыну Николеньке Надежда Осиповна также относилась с гораздо большим пиететом, чем к Саше. Исследователи жизни и творчества Пушкина считают, что для матери Александра Сергеевича был чужд его характер. Саша был боек, насмешлив и порой откровенно высокомерен. Вероятно, Надежда Осиповна втайне гордясь сыном старалась немного спустить будущее солнца русской поэзии с небес на землю. Кроме того, мать, вероятно, считала отталкивающей слишком африканскую внешность поэта и немного стеснялась его. Несмотря на холодность к сыну, Надежда Осиповна сделала все, чтобы Александр получил хорошее образование. Денег на частных учителей не жалела. Кроме того, мадам Пушкина сама обучила сына французскому языку. Когда всей семье стало очевидно, что странности Саши – это проявление гениальности, когда поэзия юного Пушкина ворвалась в мир, покорив людей своей чистотой, простотой и невероятной музыкальностью, мама отчасти изменила отношение к сыну. Она гордилась Александром, с упоением читала его стихи, но теплоты все равно не было. А ведь Пушкин так хотел теплоты, так страдал. Переломным моментом в отношениях Пушкина с матерью стала ссылка поэта в Михайловское. Именно в этот тяжелый для семьи момент Надежда Осиповна поняла, как несправедлива она была к сыну. Мадам Пушкина обращается к властям с многочисленными ходатайствами с просьбой смягчить участь Александра. На закате жизни Надежда Осиповна тяжело заболела и, понимая, что дни ее сочтены, старалась наверстать упущенное. Главным делом, которое мать поэта хотела завершить во что бы то ни стало, было восстановление отношений со старшим сыном. Сцена объяснения Пушкина с матерью стала одним из самых трогательных событий в его жизни. Надежда Осиповна плакала и просила у Александра Сергеевича прощения за холодность и равнодушие. Сердце поэта было тронуто. Он полностью простил мать, а после ее смерти, которую поэт перенес необычайно тяжело, именно Александр Сергеевич, единственный из всей семьи, сопровождал скорбные дроги с телом матери в Псковскую губернию для погребения в Сятогорском монастыре. Более того, поэт выразил желание быть похороненным рядом с матерью и даже приобрел участок земли для себя рядом с ее могилой. И через год после смерти Надежды Осиповны Ганнибал Александр Сергеевич нашел свой последний приют на пригорке у красивейшего Сятогорского монастыря рядом с мамой. С тебя лайк и подписка.